Ну а знаменитым одесским пятерняшкам исполнилось полтора года. За это время у троих мальчиков и двух девочек появились зубки, а еще дети начали ходить. О сложностях и радостях материнства далее в сюжете. Свой небольшой, но важный юбилей малыши вместе с мамой, бабушкой, дедушкой и старшей сестричкой отмечают прогулкой по Дерибасовской. Фотографируются с новогодними фигурками, елочкой и покупают сладости. Таких дней, когда вся семья может собраться вместе, не так много. Сложно, потому что периодов, когда мы не болеем, намного меньше. Выйти из этого состояния очень сложно, плюс идут зубы, и это сложно. Дети капризничают. Пять детей болели коренью. Так что это все пять. Алисочка у нас привитая. И я хочу еще сказать всем мамочкам, пожалуйста, делайте детям прививки. Пожалуйста. Потому что слышать кашель, коревой кашель, это очень и очень больно. Малыши начали бегать, и уследить за ними уже сложнее. Бабушка Ольга Ивановна признается, на это уходит очень много времени. Поменялось и питание. В рационе пятерняшек появились каши и супы. А еще у детей начали лезть зубки. Сон сейчас по-разному. Дело в том, что у одной мамы 20 зубов, а у нас 100. Так что сон наш зависит от зубов. А сейчас у нас процесс. У нас еще 60 зубов нету на всех. Так что у нас еще все впереди. Оксана говорит, что все бытовые трудности можно преодолеть, когда дети здоровы. Ну а одесситы продолжают помогать большой семье. Как бы не было там сложно или казалось бы невозможно, главное, что действительно есть очень много хороших людей, которые поддерживают, которые вселяют веру. Ольга Голодова, Елена Ионова, Андрей Диченко, 7 канал.